Женщины горских народов Северного Кавказа предпочитали смерть Пазуру быть плененными, поэтому они старались врагу живыми не сдаваться. Хорошо иллюстрирует этот принцип кавказских женщин события вокруг селения Дады-Юрт. Осенью 1819 года генерал Гермолов отправил в это поселение военную экспедицию. Шесть родпехоты и семь сотен казаков напали на аул, а его жители бросились защищаться. Бои шли ожесточенные. Женщины-гурцев участвовали в них, бросаясь на врага с кинжалами. В итоге в плен забрали некоторое количество девушек и детей. Во время переправы через Терек 46 женщин схватили своих конвоиров и утащили их под воду. Таким образом они не сдались в плен, предпочтя смерть такому исходу. Как же складывалась судьба тех женщин, которые все же попадали в плен? Довольно часто казаки женились на пленнице, а если это была совсем девочка, ее могли взять на воспитание в какую-нибудь дворянскую семью. Там она получала хорошее образование, а впоследствии ее выдавали замуж за одного из русских офицеров. Например, судя по историческим источникам, женой генерала Бухольца была черкесская княжна. Ее пленили во время штурма Анапы, а затем воспитали в семье русского графа. Известная чеченская воительница Таймос Хейгехинская тоже не избежала участи пленения. Чеченскую девушку прозвали Жанной Дарк. Она возглавила военный отряд во время Кавказской войны и целое десятилетие сражалась с царским войском. В 1842-м попала в плен недалеко от Большой Яндырки. Сначала ее вместе с остальными пленами отправили во Владикавказ. Когда о том, что в плен попала Таймос Хей, стала известна императору Николаю I, он велел доставить ее во дворец в Санкт-Петербурге. Воительница явилась перед государем в национальном костюме. Отдав должное храбрости девушке, император наградил ее и отпустил Грозный, снабдив деньгами на дорогу. Императрица подарила ей золотую цепь. Какое-то время Таймос Хей провела в крепости, затем ее отпустили домой в родное село Гехи. Селившиеся по соседству с чеченцами, гребенские и терские казаки нередко похищали себе девушек-чеченок, либо выкупали, оплатив достойный колынь. До того, как в 18 веке среди чеченцев укрепился ислам, это происходило достаточно часто. Среди казаков чеченская жена очень высоко ценилась. Она была скромной, но сильной характером, что делало ее опорой для мужа казака, жизнь которого не была уж такой легкой. От них рождались красивые дочери, а главное смелые сыновья, становившиеся потом хорошими воинами. К тому же, жена из горского народа поднимала статус мужа в глазах своих товарищей. Если сумел такую добыть, значит хватило смелости и доблести. Оставаясь жить среди казаков, горянки приживались, перенимали язык и культуру. Их имена превращались в русские. Например, Зарема становилась Зоей, а Фатимат – Феклой. Не у всех получилось обжиться до такой степени. В конце 19 века в газетах печатались заметка об Аксине, казачке, которая дожила до 60 лет, и так и не выучила русский язык. Но обмен невестами не был односторонним. Довольно часто женами горцев становились и казачки. Это закладывало основу долговременных дружеских отношений между народами.